И еще о новостях культуры. Новосибирцам показали русские сарафаны, украшения и кафтаны конца 19-го и начала 20-го веков. Все экспонаты подлинники, принадлежат частным коллекционерам или краеведческим музеям. И главное, имеют свою историю. Мария Черешнева увидела ткани, которые со временем не утратили цвета. И узнала, чем фасоны того времени отличаются от современных. Тонкости кроя, качество ткани и пуговиц – мельчайшие детали. Елена изучает с профессиональной дотошностью. Концертные костюмы для ансамбля «Народные песни» будут шить по этим оригинальным образцам. Здесь есть такие нюансы, которые здесь не видны, они спрятаны под платье. Нам пришлось залазить вот туда, под юбки, под все. Для того, чтобы понять секреты того, как это все облегало и стройно смотрелось на фигуре. Руками трогать можно в этом особенность выставки. Хотя все, что здесь представлено, имеет реальную историческую ценность. Все эти костюмы – подлинники. На каждом из них написано «Кем он сшит? В каком году?» А самое главное – у каждого костюма есть своя история. Например, кофта сшита Карповой Раисой Михайловной в 1926 году. Именно в этом наряде она встречала своего жениха из армии. История в каждой вышивке в россыпях бисера и потускневших от времени украшениях. Коллекцию для выставки собирали по всей стране, поэтому узоры и орнаменты почти не повторяются. Объединяет экспонаты важнейшая характеристика – качество. Наша история – это наши корни. И далеко не все знают, из чего начинался традиционный костюм. Вообще, та одежда, в которую мы ходим сейчас, вся она просто трансформирована из того, что было раньше. Далеко, задолго до нас было все это придумано, все это было изобретено, а мы только уже пользуемся этими продуктами. Выставка «Живая традиция» – это лишь часть межрегионального фестиваля традиционного славянского костюма. Его проводят при поддержке Министерства регионального правительства. Участников с каждым разом все больше. Этнографы, фольклористы, музыкальные коллективы успели за это время подружиться. Есть о чем поговорить и спеть. Мария Черешнева, Артем Валевич, Новости ОТС.